Всем привет! На связи Девайс, в этом видео я расскажу про 7 лучших ноутбуков для работы и учебы под разный бюджет. На первое место мы поставили свежий ультрабук от Xiaomi, модель Redmi Book Pro 15, с ценником в районе 73 тысяч рублей, это одно из лучших предложений на рынке. Почему так, сейчас расскажу. В первую очередь все дело в его железе, процессор ноутбука шестиядерный AMD Ryzen 5 6600H, который по уровню производительности сравним с настольными шестиядерными процессорами, выходившими несколько лет назад. Но самое важное это встроенное графическое ядро Radeon 660. Оно подойдет не только для базовых задач по типу интернет серфинга, но и для игр, пусть и не в Full HD, а также для рабочих задач, монтажа, работы с графикой, моделирование и так далее. Второй важный пункт – экран Redmi Book Pro 15 предлагает IPS-матрицу со стандартной диагональю 15,6 дюймов, но с разрешением 3200 на 2000 и частотой обновления 90 Гц. У нее отличная цветопередача, высокая яркость и контрастность. Я сравнивал экран с профессиональными мониторами для работы с цветом. Разница, разумеется, есть, но не такая уж и большая, а значит ноутбук подойдет даже для цветокоррекции или дизайна. Оперативной памяти 16 ГБ, накопитель на 512 ГБ, предустановлена операционная система Windows 11. USB разъемов маловато, всего лишь 3 штуки, два из которых USB Type-C. Зато аккумулятор очень емкий на 72 Вт-часа. Его вполне хватит на 6 часов использования, что является очень хорошим показателем. В описании под роликом вы найдете ссылки на все упомянутые ноутбуки в надежных магазинах, например в Яндекс.Маркете. По ним можно уточнить актуальные цены, изучить отзывы от владельцев и подробные технические характеристики. Второе место топа уже проверенный временем ультрабук от Honor MagicBook 15 с шестиядерным AMD Ryzen 5 5500U и IPS-матрицей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением Full HD. По уровню производительности встроенной графики он сильно проигрывает предыдущей модели, но все же справляется с большинством задач, например простым монтажом видеороликов. И при этом его проще брать с собой из-за малого веса 1,53 килограмма. И это при алюминиевом корпусе. Пройдусь по другим важным характеристикам. Оперативки 16, гигабайты, SSD на 512, 3 USB порта, только один из которых Type-C. Батареи хватает примерно на 5 часов использования, операционная система, увы, отсутствует. С ценником в 55 тысяч это очень хорошее предложение, ведь ноутбук еще долго сохранит свою актуальность. Из-за большого объема памяти и все еще актуального шестиядерного процессора. Интересуетесь миром компьютеров и ноутбуков? Тогда присоединяйтесь к девайсу, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, что вы думаете об этом выпуске. Третье место более бюджетный ноутбук Acer Aspire 3 с ценником в районе 48 тысяч рублей. Он выглядит не так стильно, как два предыдущих, плюс имеет пластиковый корпус, но железо очень хорошее за такие деньги. Процессор Intel Core i5-1235U с двумя производительными и 8 энергоэффективными ядрами. Чтобы лучше понимать по части производительности, он примерно равен ранее упомянутому шестиядерному Ryzen 5500U. Это относится и к процессорной части, и к встроенной графике. Но зато i5-1235U имеет лучшую энергоэффективность. Экран аналогичного уровня IPS 15,6 дюймов Full HD, просто неплохая матрица, ничего более. Оперативки только 8 гигабайт, и сейчас этого объема хватает, что называется, впритык. Если в дальнейшем вы столкнетесь с подтормаживаниями, то имеет смысл купить еще одну планку SoDim DDR4 на 8 или 16 гигабайт, и доукомплектовать ноутбук ей. Хранилище SSD на 512 гигабайт, операционка отсутствует. Главный минус для меня нет USB Type-C портов, есть только три Type-A. Аккумулятор с емкостью 45 Вт-часов, при средней яркости экрана его хватает примерно на 4-5 часов работы. В телеграм-канале мы делимся различными подборками, обзорами и сравнениями, а еще публикуем вкусные скидочные промо-коды. Подписывайтесь на телеграм, ссылка в описании под видео. Четвертое место топа MSI Modern 14 – это самый дешевый 14-дюймовый ноутбук из представленных. У него IPS-матрица с разрешением 1920х1080 пикселей и процессор Intel Core i3-1215U, укомплектованный двумя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Он не такой мощный, как i5-1235U, поэтому в большей степени подходит и для офисных задач по типу работы с документами и интернет-серфинга. Оперативной памяти 8 гигабайт SSD на 256. И для офисных задач этого точно хватит с запасом, проверено лично мною. Вес ноута скромные 1,4 килограмма при батарее на 39,3 ватт-часа. Ее достаточно где-то на 5 часов использования без подзарядки. Что меня порадовало, так это количество USB-портов, несмотря на их габариты, их 4 штуки. И все это за 38 тысяч рублей, но еще отмечу, что предустановленной операционной системы, увы, нет. Пятое место. Ноутбук с самым качественным экраном и производительным железом на винде. Это Asus VivoBook S14, тоже 14-дюймовый, но уже с OLED-матрицей с разрешением 2880 на 1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Фильм и смотреть на нем одно удовольствие, да и для работы с цветом он подходит отлично. Процессор AMD Ryzen 7 6800H, в отличие от Ryzen 5 6600H, он не 6, а 8-ядерный. При этом имеет еще более производительную встройку Radeon 680M, которая еще лучше справляется с играми и рабочими задачами. Оперативной памяти 16 гигабайт, а накопитель уже на 1 терабайт. USB-портов уже 5 штук, батарея на 70 ватт-часов, такой емкости хватит даже на 6 часов работы. И это при весе в полтора килограмма. Стоимость Asus VivoBook S14 в районе 100 тысяч рублей, но за такие деньги он предлагает очень хорошую начинку и послужит владельцу долгие годы. Шестое место, самый доступный ноутбук в нашем топе, опять Acer Aspire 3, но с железом начального уровня. За 34 тысячи рублей он предлагает IPS-матрицу 15,6 дюймов Full HD. Процессор Core i3-1005G1, 2 ядра и 4 потока. Его хватит для офисных задач, но без запаса производительности на будущее. Такие ноутбуки часто называют печатными машинками, но в отличие от более старых моделей, этот будет работать очень шустро, без каких-либо подтормаживаний. Оперативки 8 гигабайт, SSD на 512, без предустановленной винды. USB-порта 3, без USB Type-C, батарея 36,7 ватт-часа. Ее хватит где-то на 4 часа без подзарядки. И при этом вес ноутбука 1,9 килограмм, то есть компактным и легким я его назвать никак не могу. Ну и последнее место топа Apple MacBook Air 13 2022 года выпуска на свеженьком чипе Apple M2. Его покупка может быть оправдана для работы или, например, студентов-программистов, дизайнеров. Ноутбук имеет очень высокий уровень производительности в компактном корпусе и операционную систему macOS, со всеми ее преимуществами и недостатками. И это все с ценником в районе 120 тысяч рублей. Экран MacBook'а имеет диагональ 13,6 дюймов, IPS 2560 на 1664 пикселя. У него очень тонкие рамки, но есть вырез под камеру, который часто встречается в современных смартфонах. Первое время он меня, честно говоря, бесил, но я быстро привык. Оперативной памяти, которая по совместительству является видеопамятью и называется объединенной 8 гигабайт. Накопитель на 256, портов самый минимум только два Thunderbolt, один комбинированный миниджек, а еще MagSafe для зарядки. Вес MacBook Air 22 года всего лишь 1,24 килограмма, при емкости аккумуляторов 52,6 ватт-часа. И по части автономности он по-настоящему удивляет. Компания Apple заявляет до 18 часов работы при просмотре видео, ну а при максимально активном использовании от 6 до 8 часов. На этом все. Повторюсь, ссылки на все ноутбуки мы разместили в описании под видео, а там же будет ссылка на телеграмм со скидочными промокодами. В комментариях пишите, какой из ноутов вас заинтересовал и задавайте вопросы. Поддержите выпуск лайком и подписывайтесь на канал Девайс. Огромное спасибо за просмотр и поддержку, ну а я не прощаюсь, ведь совсем скоро выйдет новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok